Армянская хунта в Карабахе сложила оружие. Примерно 24 часа потребовалось вооружённым силам Азербайджана, чтобы завершить антитеррористические мероприятия в отношении остатков армянских военных формирований на территории Азербайджана. Пусть никого не смущает слово «остатки». Речь в данном случае идёт о десятитысячном и хорошо обученном и вооружённом контингенте армянских войск. Кроме того, в этих условиях нашему государству пришлось преодолевать не только оборонительные позиции террористов, но и другие, неприлично враждебные позиции международных покровителей армянской идеи и миоцума. А значит, мы должны сейчас вспомнить не только о работе, проделанной в военном плане, но ещё и о политических и дипломатических усилиях, которые предпринимал Баку все эти три года после победы в Отечественной войне, расчищая информационное поле для решающих действий на Земле. Да, экзамен на право называться государством, который поставила перед Азербайджаном история, сдан на отлично. Правда, Азербайджан вынужден был сдавать его двумя этапами. Первая часть – деоккупация районов вокруг бывшей НКО и освобождение Шуши. Вторая часть экзамена – освобождение армян и населённой части Карабаха. Но даже в самой паузе между этими этапами кроется глубокое стратегическое видение Баку. Оно было связано с пониманием того, что военную победу легко нивелировать под шквалом политического натиска, завязанного на высосанных из пальца вопросах прав и безопасности армянского населения, который взял на вооружение целый ряд стран и организаций, не желающих полного восстановления суверенитета Азербайджана в Карабахе с одной стороны и усиления турецко-азербайджанского тандема с другой. Сегодня наступил поистине исторический момент. Злой сказке армянского фашизма пришёл конец. 36 лет длится эта война. Именно с 1987 года мировое армянство впервые открыто заявило о территориальных притязаниях на азербайджанские территории. А за несколько лет до этого армяне всего мира втихую скидывались на проект Миацун в общую кассу мирового армянства. Причём, вопреки сложившейся легенде о лояльности бакинских армян Азербайджану, и среди них было совсем немало сообщников этого преступления. Утром называвший соседа азербайджанца братом, вечером сдавал в продмаге кассирша армянки по рубчику на Миацун. Многие из тех, кто участвовал в этом преступлении, ещё живы и сейчас видят и слышат нас. Так знайте же, дело вашей жизни спущено в канализацию истории. Всё, что вы сейчас можете сделать, это помолиться за спасение души. Оно вам сейчас очень необходимо. Армянская пропаганда уже с меньшим энтузиазмом, чем во время 44-х дневной войны, вопит об агрессии Азербайджана. Да и простой народ в Армении даже не попытался прорвать заграждение на условной границе и встретиться лицом к лицу с азербайджанским солдатом. Вместо этого часть недовольных пошла кричать в резиденции премьера, а другая часть оцепила посольство России. Армения должна вышвырнуть Россию из своей территории. Причём вторую акцию премьер сам же, видимо, и санкционировал. На международном уровне всё как обычно. Друзья поддержали, враги осудили. И большая часть воздержалась от оценок, по-видимому, проявив понимание к правому стремлению Баку восстановить историческую справедливость. Подлинную же радость и чувство гордости доставила речь президента Турции Эрдогана на проходящей в Нью-Йорке Генеральной Ассамблеи ООН. «Карабах – это земли Азербайджана». Эти слова были встречены бурными овациями присутствующих. К сожалению, монтажёры вещания не показали нам весь зал, зато мы увидели представителей Армении, недоумённо оглядывающихся на коллег, и за ними аплодирующих представителей Королевства Бутан, страны, которая хоть и связана с Азербайджаном добрыми взаимоотношениями, но никак не является близким партнёром. Да что там Бутан? Сам Байден не нашёл ситуацию в Карабахе, достойной своего внимания. А Макрон-то кто-то вообще, как известно, не приехал на Генассамблею. Как заявил анонимно один высокопоставленный французский чиновник, у Макрона нет важных новостей для зарубежных коллег. Правда, французский лидер отделался твитом, в котором пообещал, что «Франция поднимет вопрос эскалации в Карабахе на Совете Безопасности ООН». Однако уже поздно. Шайка сепаратистов ожидала более действенной помощи, например, прибытие бойцов иностранного легиона. Так и записали в своём предварительном заявлении незадолго до капитуляции. Реакция международных акторов на сложившуюся в Арцахе ситуацию и её преодоление неадекватно и не предпринимается никаких практических шагов, исходя из чего Арцах будет вынужден предпринять соответствующие шаги с целью первоочередного обеспечения физической безопасности населения, после чего вывесили белый флаг. Завтра в Армении национальный праздник – День независимости. Это будет первый день независимости Армении от Карабаха. Есть небольшой шанс на то, что это станет началом большого пути демонтажа нацистской идеологии, приведшей армянский народ к краю катастрофы. Или всё-таки армяне хотят сделать последний шаг – в бездну? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok